Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем международные темы. Но вот неожиданная новость пришла. Нападение на российских пограничников. Хотели мы, конечно, с другой темы начать. Но инцидент пока не очень понятен. Трое наших ребят ранены. Слава богу, пока все живы. Такая информация. Браконьеры, северокорейские браконьеры в территориальных водах России. Но пока более подробной информации, к сожалению, нет. Я думаю, что этот инцидент может иметь далеко идущие последствия. Но, возможно, пока мы не узнаем точных данных, говорить об этом пока еще очень рано. Тем не менее, вернемся к нашим основным темам сегодняшним международным. Это, конечно, Сирия. Это, конечно же, Саудовская Аравия, Иран. Все, что связано с недавней атакой на саудовские нефтепромыслы. Ну и, безусловно, это саммит в Анкаре, который, в общем-то, был посвящен в основном политическому регулированию в Сирии. Что эти темы, на самом деле, очень тесно взаимосвязаны. Все прекрасно знают, что в Сирии Иран имеет свои интересы. И, собственно говоря, вот это вот сейчас обвинение Ирана в том, что он, возможно, причастен к этим атакам на Саудовскую Аравию. И очень важная эта тема. Мы сейчас продолжим. Ну, а пока начнем с того, что, собственно говоря, сегодня мы везде не обсуждаем. Очень важная тема. Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400. Понятно, что сейчас аналитики гадают, это была ирония или это было серьезное коммерческое предложение. Но, тем не менее, факт остается фактом. РИА Новости, в частности, сообщают такие слова Владимира Путина. Вы видите их на экране. Ну, собственно говоря, нужно сказать, что реакция была достаточно интересная этих лидеров, которые, в общем-то, были рядом. Это господин Эрдоган. И, собственно говоря, мы, вспоминая Турцию, как раз мы в этой студии обсуждали специально с нашими гостями о том, что Саудовская Аравия, это, конечно же, безусловный, является союзник Соединенных Штатов. Он покупает у них оружие и так далее. И он на такую сделку не пойдет. Но вот в ответ тоже еще недавно мне такие доводы приводили, что еще Турция, собственно говоря, тоже самый член НАТО. Никто не мог подумать, что они могут купить С-400. И, тем не менее, это произошло. Поэтому никогда не говори никогда, видимо, безусловно, у нас в студии Сергей Засорин. Сергей Алексеевич, здрасте. Добрый день. А почему сейчас такое действие возымело вот это предложение, эти слова, которые, в общем-то, были сказаны нашим президентом? И такая реакция, ну, такая внимательная реакция к этому. То есть, есть ли такой действительно шанс, что Саудовская Аравия, ведь это же не просто будет факт покупки, да? Это будет некая переориентация вектора внешней политики Саудовской Аравии. В теории вообще такое возможно, на ваш взгляд? Я вот всем этот вопрос сегодня задаю. Интересно, ваше мнение. Вы знаете, я бы начал с того, что в современной дипломатии и вообще геополитике нынешней очень хорошо работает принцип «никогда не говори никогда». Нево сей нево, как говорят в английском. Потому что сегодня такие пируэты совершают некоторые акторы, как сейчас модно говорить, современной политической ситуации в мире. Вот я бы хотел зацепиться за то, что вы уже до этого упоминали, Саша. Что сегодня, казалось бы, ну какое соотношение вот эта вот проблема, скажем, нападения таинственных дронов и потом, как ответ предложения Путина о покупке оружия. Встреча, предположим, сегодня этой тройки, да, лидеров России, Турции, Ирана, потом дальнейшие переговоры между Путиным и Эрдоганом. Встреча, выступление сегодняшнего Путина по поводу предложения Израилю установить договор о свободно-экономических отношениях с европейским экономическим... Вот казалось бы, какая взаимосвязь, но все настолько... Вдруг казалось бы, вроде бы, на разные вещи, да? Абсолютно. Все переплетено, потому что, по большому счету, эта речь идет в большей степени сегодня об этом самом ближневосточном и даже, я бы сказал, шире средневосточном узле, который сегодня надо каким-то образом или разрубить, или развязать. А лучше, наверное, развязать, чем рубить, потому что любые радикальные действия сегодня приводят, смогут привести к катастрофе. Действительно, все взаимосвязано. Вот если чуть-чуть раньше посмотреть на этот вот клубок этих событий, вот эти дроны. Вот, наверное, это уже в этой студии не раз звучало вопросы и комментарии, а как вообще могли их саудовцы допустить, чтобы они пролетели? Это какие-то такие изощренные технологии. При сегодняшней системе ПВО у Саудовской Аравии, одной из самых совершенных в мире, у меня появляется на самом деле такая... Смутные сомнения. Вопрос в самом деле. Были ли дроны? Были. У Лиманчих были дроны, конечно. А зачем? А бы ракеты, говорят, были крылатые. Просто одни дроны, и столько дров не наломали бы. Вот кто его знает. Значит, на самом деле, такое ощущение, что это создание провокационной ситуации, чуть ли не самим саудовцами. Дальше. Чьи эти дроны или... Такой версии еще не было. Чьи ракеты? Ну вот видите, здесь же много можно гадать. Ну, понятное дело, что сегодня что только не прозвучало. Сначала эти были хуситы-еменцы, потом... Ну, они взяли сами на себя? Мы такие бравые ребята. Крутые, крутые, крутые. Я понимаю. А то забыли о них уже. Они вот сегодня вот напомнили. То потом вдруг версия о том, что это вообще из Ирака прилетело. А потом уже Иран. Причем кто раскручивает версию Ирана? Конечно, американцы. Безусловно. И навязывают саудовцам, навязывают, потому что те заявили. Мы не уверены в этом. Мы их ставим под большое сомнение. Я вот хочу привести слова Трампа. Трамп считает военные действия США пропорциональным ответом на атаку на Сауди Арамко. Американский президент сообщил, что Вашингтон в скором времени установит причастного к нападению на нефтяные объекты. То есть мы ждем, когда Трамп твит напишет, видимо, да? Ну, очевидно. И, собственно говоря, дальше нужно иметь в виду, что Трамп еще одно у него высказание интересное. Я приведу чуть позже. Секунду. Да. Ну, собственно говоря, Трамп говорит, что не хочет войны после атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Это агентство Рейтер вот у нас передает. Он сказал, что здесь вот еще одна очень важная для нашего разговора, цитата господина Трампа, вот я ее даже увеличу. Нет, я не обещал этого Саудитам, речь идет о защите. Но мы должны сесть с Саудитами и что-нибудь решить, сказал Трамп, что-нибудь решить. Чаю попить, наверное, они должны решить. Это была атака на Саудовскую Аравию, это не была атака на нас. Очень важные цитаты, очень важные слова Трампа. Но мы бы непременно им помогли. То есть получается, что Трамп торгуется с Саудитами? Как вы оцениваете эти слова? Как их читать правильно? Он торгуется не только с Саудитами. Он торгуется с Израилем сегодня фактически. Где выборы сегодня, кстати, проходят? Где выборы? Где выборы? И где сегодня Таньяху? С одной стороны, вроде как, все решительно отберем, заставим паристинцев сдаться и вообще лучше уехать. А с другой стороны, как бы договориться с Россией, чтобы Ирана буздать и не получить бы нападение из Ирана. Заметался сегодня Израиль фактически. А Трамп в этой ситуации, он вроде как поможет в критический момент. Он вообще говорит, это не на нас атака с Саудит, это на вас. А где он, конечно, где он, это самый критический момент? И на что сегодня рассчитывать с Саудовцем, если вдруг начнется? И на что рассчитывать, особенно Израилю, если начнется? А не надо ли с Россией на всякий случай иметь нормальные отношения? И может быть даже в какой-то момент, когда будет понятно, что не помогает, не помогает Вашингтон. С подожди, Трамповская администрация считается самой произраильской во всю чуть ли не историю Соединенных Штатов в отношении Израиля после войны. Саш, конечно, они даже согласились... Так что Израилю, наверное, нечего... В Америке, это все понятно, в еврейской Америке, это все понятно. Но с другой стороны, ему ввязываться не хочется. Вот запугать хочется, а воевать... Побряться с оружием. Конечно. Заставить Иран пойти на сделку. А потом, смотрите, какая штука. Вот вся эта заварушка сегодня, извините за такой жаргон, она ведь что сделала? Вот что американцу происходит? Самый главный ястреб улетел, Болтон, да все. Уже больше это сами не подстрекали. Так как хуже Болтона получилось. Может, дело Болтона живет, это его люди? И процветает. Он-то улетел, да, цирковь... Он обещал вернуться. А клоуны остались. Клоуну хватает силы. Он обещал вернуться, видимо. Конечно. Почему? Потому что ведь когда-то Трамп заявил, не осмотрительно, что он будет встречаться с Раухани во время Генассамблеи ООН в конце месяца, теперь уже все. Ну, сегодня вот у нас уже нет времени это показать. Раухани и вообще иранские власти говорят о том, что вряд ли они будут садиться за переговоры, пока не будут снижены санкции. С другой стороны, Трамп заявил, что не будет встречи. Пока Иран... Пока не будет встречи. Спасибо, что пришли. У нас заканчивается время. К сожалению, очень важная тема. Два слова. Будет война большая, на ваш взгляд? Да, нет? Не будет. Не будет. Вот сейчас не будет? Не будет. В этой войне не будет победителей. Причем она может иметь вот такой эффект снежного кома. Она будет оттуда расширяться на всю окружающую Европу, Азию. Но до американцев, конечно, не сразу долетит. Но это самоубийство. Я думаю, что это просто запугивание друг друга. Как не первый раз происходит в этих отношениях. Хорошо. Спасибо. Спасибо, что пришли. А мы уже будем обсуждать эту и другие темы в других наших программах. Всего доброго.